всем привет и добро пожаловать на мой канал мне предложила хорошую идея олечка снять свои помадки и вот решила вам показать как я храню помадки и какие у меня есть я в принципе любительница помад и теней поэтому это то что у меня просто наверно гораздо больше чем нужно но тем не менее ничего собой не могу поделать и как я храню я купила вот эти органайзеры черненький там хранятся мои любимые помадки такая вот прозрачная это там где в принципе помады которые мне нравятся но они наверное не из любимых и помадки вот в такой коробочке это уже от парфюма от парфюма агент провокатор тут я храню те которые не просто не вмещаются в органайзеры то есть они длинные ну и давайте покажу вам начну наверно с любимых помад вот так вот органайзер этот выглядит не обращайте внимание это ценник от тут цветочки моим так вот выглядит этот черный органайзер такой вот красивый но мне нравится он не дорогой как я уже сказала на ebay купленный и тут мои любимые помадки то есть так вот он открывается и здесь уже именно те помады которые мне нравятся то есть какие-то которые вот скажем так дорогие помады и поэтому они наверное мне ценны еще тем что где-то я собирала на какие-то помады чтобы вот их купить но давайте начну здесь у меня я стараюсь расставить по фирмам то есть тут у меня герлен диор потом клиник кларанс да кларанс здесь у меня диор но другая серия и в сан лоран эсти лаудер это у меня тропик это уже простая от лореаль 2 от армани мак и это сислий ну давайте покажу сводчики по-быстренькому значит начну с помадок храню их коробочки чтобы помнить цвета если что здесь вот такая вот в номере 263 это от герлен ой вечно не в ту сторону открывая и вечно буду в какую сторону наш открывается в эту то есть это такая вот красная помада ну наверное делать сводчи не буду просто как бы покажу вот такая вот красная помада такая красно-малиновая сказала бы потом следующая помадки помадка это crazy бутик тоже она красная но вот эти помады от kiss kiss они несмотря на то что вот такие вот кажутся насыщенные на самом деле они с бальзамом то есть они не такие насыщенные такая помадка от герлен тоже серии kiss kiss wonder violet она тоже кажется в коробочке насыщенный но на самом деле она вот абсолютно не такая очень-очень можно сказать как бальзамовая текстура у нее теперь dior mili это наверное один из моих любимых оттенков такой вот он шиммерные в принципе как как я и люблю помады шиммерные дальше 783 landers это вот такая помадка то есть она в такую как будто в принципе вот такие помады я люблю какие-то ягодные но вы знаете сложно выбрать потому что они не совсем ягодные наверное тот оттенок ягодный который чуть высветляет губы губы bi dior это одна из помад которые dior сказал что обязательно должна быть у каждой девушки вот это тоже такой вот скажем так оттенок красного wonderful это уже с оттенком розового такой вот такой вот такая помадка вот с оттенком розового инсом инсом инсомис не знаю как правильно произносится вот такая тоже вот где-то они наверное даже похожи чем-то друг на друга но все-таки они по оттенкам разные вот мои любимые тоже помадки от клиник они такие маслянистые очень ухаживающие за губами из серии паттершайн и оттеночки мне очень нравится так вот они выглядят значит это у нас был pink pink abu тоже такие бальзамовые water violet люблю этот water violet оттеночек такой вот он коричневый и вот сейчас покажу он вот именно такой вот прям шиммерный шиммерный и если из красненьких то мой самый любимый это fresh watermelon и его я если честно использую больше всего вот больше всего я использую потому что мне он как-то больше всего нравится особенно на лето но летом у них есть такое что они слегка подтаивают дальше из серии clorans jolly rush pink camellia такие вот такая вот у него упаковочка тоже вот такой вот тоже красный даже ягодный тоже такой оттенок помады кстати они очень вкусно пахнут вот эти помады и это уже была лимитированная коллекция soft plum тоже я все очень ждала когда же появится в продаже этот оттенок вот оно такое вот две помадки от dior только из другой серии это star тоже я ее приглядела сейчас там в латвии все здесь высматривала высматривала когда будут у нее скидки или что-то вот такая вот она я показывала видео она вот такая вот именно только блеск дает если вы не хотите не хотите ничего такого особенного хотите блеск но не хотите использовать блеск для губ так как он имеет свойство в моем случае скатываться то вот вот эта помада очень хорошо подойдет и культ тоже кстати давно я хотела эту помаду тоже долго ее высматривала у dior и вот появились скидки я ее приобрела вот такая вот она вот дальше помадка от Yves Saint Laurent в оттенке втором purple что-то там если честно она сильновато но опять же то есть такое такого такого темного наверное у меня единственная такая темная помада следующая помада тоже я ее высмотрела мне очень она понравилась от Estee Lauder и я ее тоже показывала в одних из своих видео что она такая очень интересная помада очень красивая несмотря на то что она здесь кажется такой прям темной темной на самом деле у нее очень красивый оттенок такой вот насыщенно красный не знаю мне вот ну если сравнить так вот то это абсолютно две разные помады кажется но очень люблю очень понравилась помада от Tropic это органик косметика тоже я показывала ее в своих видео такая вот она очень интересная она вроде и матовая но слегка с блесточками не знаю что то в этой помаде есть хотя я не любительница матовых помад моя давняя помада наверное одна из первых даже не наверное а точно одна из первых моих помад это вот эта L'Oreal ребенок у меня стер всю эту помаду я купила себе вторую когда была маленькая она просто на ковре стала рисовать этой помадой на стенках поэтому скажем так помаде пришел наступил час пик и я приобрела другую себе помаду ну тот же оттенок не знаю очень люблю эту помаду видно что в ней много блеска но вот как то она мне очень нравится две помадки от Armani очень их люблю за текстуру я уже прорассказывала что это такое три в одном это и бальзам и помада и блеск очень очень их люблю это Smile такой нюдовый оттенок 100 такие вот они красивые красненькие и второй в оттенке 400 400 он так и называется и вот здесь уже такой правильный красный то есть тот красный который как сам Armani говорит идеально подходит каждой девушке и он именно высветляет зубы то есть очень такой красивый правильный красный действительно это так и есть я уже проверила он высветляет сестричка мне подарила мак у меня не было ни одной помады мак и я так обрадовалась что у меня появилась одна из помадок мак очень кстати красивый оттеночек и очень вкусно пахнет таким вот шоколадом так что мои любимчики дальше помада от Гош купила я ее на пароме и такая вот тоже красивая и последний из любимчиков это от Sisley тоже я люблю у нее такая интересная текстура тоже вроде и матовая но и где-то с шиммером то есть такая интересная очень текстура на губах очень красиво выглядит это были мои любимые помады во второй прозрачной коробочке тоже органайзере тоже я его купила на ebay но купила такой прозрачный потому что наверное это помадки такие которые ну образно говоря на каждый день хотя я не крашусь каждый день но такие которые скажем так те помады я ношу ну скажем так если куда-то идти на день рождения или какой-то праздник а эти вот просто там я не знаю куда-то пойти надо накраситься из этих я тогда могу что-то выбрать они такие вот чтобы сразу видеть какой оттенок я хочу взять и здесь уже я храню без коробочек потому что в принципе понятно здесь такой микс если допустим там много разных оттенков из одной серии и только по названию можно понять что это за помада чтобы не выкручивать каждую то здесь в принципе такой такой разношерстная поэтому можно понять так вот так поставлю и скажем так сразу же можно понять что это за помада ну вот эта вот помада от хелена рубинштейн так поближе от хелена рубинштейн такая вот помадка такой вот темный со светом стало тут такой получше такой вот темный оттеночек здесь дальше такая вот от буржуа в оттенке 07 такая вот она тоже видно что все они в принципе плюс-минус оттенки похожи тут кстати такое вот зеркальце это помадка от shine automatic герлен в 264 оттеночке это тестер поэтому так и выглядит дальше помадочка от кико вот от кико милана цвет бургунди такой вот тоже вот так вот открывается и он вот такой вот прям насыщенный тоже красный дальше это у меня от max factor помадка тоже очень мне она нравится 830 оттеночек и вот она такая вот уже в розовеньку отдает на лето на загорелую кожу очень красиво смотрится здесь вот такая помадка от ревлон по моему она да ревлон в оттенке 850 такая вот она подтаяла и немножко не в ту сторону раскрутилась помадка ну хорошая помада но единственное так как они немножко маслянистые у них есть скажем так такой минус они тают и потом не в очень хорошем состоянии это помадка от шанель такая вот темный такой оттенок в номере 81 следующая помадка опять же это тестер от шесейда такой вот можно сказать коралловый оттенок даже не скажу вам если честно помадка оттенок это от катрис в номере 200 такая вот помадка тут уже видно что тут разношерст помадка от шанель такая вот розовая кстати тоже очень красиво смотрится на загорелой кожи помадка от диор тоже я ее выбирала очень-очень долго 668 была в магазине не могла никак подобрать нужный цвет в итоге все-таки взяла эту не совсем прям тот цвет который мне нравится ну как бы для разнообразия скажем так это от Isadora в оттенке 62 такая вот уже ближе к коричневой потом вот такая была в коробочке красоты мне она понравилась трифл компания даже не знаю уже не помню в каком это было оттеночке но я ее показывала в коробочке красоты вот такая вот она тоже кстати красиво на загорелой коже но она уже матовая вот у нее такая деревянная упаковочка это от Estee Lauder в оттенке 183 такая вот коричневая дальше помадка от Revlon в оттеночке в оттеночке она это лимитированная коллекция Sparkling Rose такая вот в моем любимом оттенке скажем так это вот была тоже лимитированная коллекция от Ивсан Лоран долго я ее очень ждала очень хотела в номере девятом и немножко если честно подразочаровалась так сказать обломалась не совсем мой цвет который мне нравится как я говорю они вроде все похожи но вот как то все таки они отличаются друг от друга это уже от L'Oréal в номере 502 такая вот она помадка потом опять же от L'Oréal Star Secret это в принципе тот же мой любимый оттенок 328 который был в той коробочке но он в такой лимитированной упаковочке можно сказать эта помадка тоже от L'Oréal в оттенке 302 такая помадка от ой я уже даже не помню что это за бренд если честно но в цвете 350 не помню честно вот совсем даже не помню может тут будет Rimmel Rimmel в оттенке 350 такая вот коричневая это тестер от Dior 624 оттенок очень мне нравятся эти тестеры и такой вот тестер в цвете 983 это мои любимые оттеночки вот этот очень люблю 680 такой вот очень его люблю сейчас покажу очень мне нравится этот оттенок и вот такой к сожалению это была лимитированная коллекция и вот только тестер смогла купить 881 не успела купить полную но мне очень понравился этот оттенок люблю я вот такие вот оттенки вот видно что они не такие насыщенные как в самой упаковочке вот но это были все оттеночки которые образно говоря менее любимые и последнее это вот эта коробочка те помадки которые уже не вместились в мои органайзеры вот тут их в принципе немного тут вот еще есть такая точилка для такого типа карандашей помад ну и сейчас покажу вот этого карандашик от Givenchy такой вот он для таких нюдовых помадок в принципе я покупала ее для помадки от Givenchy вот для этой помадки я покупала ее в оттенке 24 это помадка Pink Whisper очень мне нравится эта помада очень ее люблю очень-очень нравится и она просто шикарно выглядит на загорелой кожи очень красиво тут она кажется что такая прозрачная почти не видно на самом деле она очень красивые делает губы вот уже видно сколько я ее использовала я даже подумала купить на всякий случай второй потому что есть такое свойство у помад когда они меняют свою коллекцию и начинают продавать какие-то другие оттенки и эти перестают продавать это была лимитированная зимняя коллекция от Guerlain вот у меня в оттенке 822 массивные помады я даже не знаю зачем они такие массивные делают вот такой красный и здесь такое зеркальце ну не знаю мне не очень нравится упаковка она очень тяжелая так как я уже сказала точилочка еще одна точилочка это вот для карандашей и вот такие вот у меня скажем так чаби помады то есть помады в карандашах таких вот это вот от Bourjois в оттенке даже не знаю где-то тут был оттеночек вот 01 такая вот то есть она выкручивается точить ее не надо и второй оттеночек от Bourjois в цвете он 06 плам рашен кстати очень тоже красивый хорошо смотрится на губах то есть он не такой шиммерный как остальные видно и вот такая вот люблю тоже эту помадку от Reflame в оттенке она даже вам уже и не скажу так как не вижу где тут вообще хоть какой-то оттенок написан он должен быть где-то но Pink Delight очень люблю этот оттеночек но вот видите точилку пока я его точил у меня сломалась вот так вот он выглядит и выглядит что это пластик хотя это не пластик но не знаю почему я еле поточила и сломала точилку не знаю вот как дерево но по мне это пластик но говорят что нет все-таки это дерево и точить надо точилку купила на свой страх и риск новую точилку пока не рискую точить но надеюсь что я не сломаю очередную свою точилку об этот карандаш больше кстати покупать не буду чтоб не ломать свои точилки вот такая вот затесалась тут тоже помадка в цвете 255 она по-моему она по-моему тоже от L'Oreal если от Maybelline это уже помадка вот такая вот она не могу ее отнести в принципе ни в какие оттенки ни в любимые ни не в любимые не знаю вот она такая вот что-то между поэтому здесь в принципе лежит и такой вот блеск это мой любимый блеск очень его люблю от Bourjois в оттенке 20 я их на покупала не знаю наверное штуки 3 очень-очень мне нравится как они выглядят на губах летом вообще просто шикарно вот такой вот очень красивый блеск не знаю из моих самых любимых это помадка от Guerlain Kiss Kiss она высокая и не помещается в те органайзеры в цвете 68 это их такие помадки из их скажем так парфюма La Petite Robe Noir и вот они сделали парфюмированные помадки то есть помадки пахнут этим парфюмом вот так вот они выглядят как крышечка того парфюма и вот такая вот помадка и второй оттеночек это 066 Berry Beret то есть видно все ягодное ягодное и вот она уже вот такая красная ну опять же это бальзамовые помады несмотря на то что она кажется такой красной на самом деле она все таки не такая красная тоже у нее ухаживающие разные составляющие компоненты скажем так то есть будет ухаживать за вашими бутками ну в принципе и все вот и все мои помадки опять же хранение моих помадок всем спасибо за просмотр всех целую всем пока это все там все это все все так